Здравствуйте, друзья! Сегодня, как вы поняли, вас ожидает очередной подробный обзор на электроинструмент, но начну я с небольшого предисловия. Периодически у меня на канале появляются мастер-классы, где я использую инструмент одного единственного бренда. Кто-то воспринимает как рекламу, кто-то почерпывает новые приемы работы, кто-то смотрит ради развлечения. Здесь дело хозяйское, никто никого ни к чему не обязывает. Основная цель таких мастер-классов показать, что можно работать абсолютно любым инструментом. Как дорогим профессиональным, так же и дешевым бытовым. И добиваться одного и того же результата. Да, конечно, вы потратите различное количество времени, сил и нервов, но результат при должном старании будет одинаковым. Ну а теперь к самой сути. Чуть более полугода назад у меня вышло несколько мастер-классов, где я работал исключительно инструментом синий бош. Это были мастер-классы по изготовлению шкатулки с секретом, лампа собака и книжная полочка. Ссылку на эти мастер-классы вы найдете в описании к видео. Инструмент для подобных мастер-классов я всегда выбираю сам. И показываю вам только тот инструмент, за который мне не стыдно, и который действительно достоин внимания. Так вот, после выхода этих мастер-классов я задал вопрос, на какую одну единственную единицу инструмента синий бош вам хотелось бы увидеть обзор. И большинство выбрали фрезер. Не буду скрывать, что в этом выборе я с вами полностью солидарен. И фрезер является, во-первых, самым универсальным инструментом в мастерской, во-вторых, он действительно достоин самого пристального внимания. Хотя, сразу скажу, что мне, например, очень понравился шуруповер. Хотя, по факту, шуруповер это просто моторчик, ручка и аккумулятор. Больше в нем ничего такого особенного нет. Просто он очень удобен в работе. Очень понравилась торцовка. Она очень точная. Действительно, качество реза у нее замечательное. Плюс она аккумуляторная. Это тоже огромное удобство. Правда, есть и минусы. Они касаются фиксированных углов, которые мне не совсем удобны. Также очень понравился аккумуляторный лобзик, потому что он маленький, компактный, легкий и мощный. Самое главное, он пилит ровно и пилку не уводит в сторону. Единственный минус, что это ручка с кабак, к которой я не совсем привык. Мне неудобно. Я привык к грибовидным ручкам. На пылесосе особо останавливаться не буду, потому что он хороший, но годится только для выездов. Для постоянной работы это так себе вариант. Плюс в том, что он аккумуляторный, больше плюсов в нем я не нашел. Орбитальная шлифмашинка тоже хорошая, классом выше среднего, но тоже, опять же, это просто обычная орбиталка. Ну а теперь переходим к самому фрезеру. Это синий Bosch GOF 1250 CE. Буквы CE означают, что он оснащен константной электроникой, о которой я расскажу чуть-чуть попозже. Как следует из маркировки, мощность фрезера 1250 Вт. Но самое главное, это его форм-фактор. Вы знаете, что я давно уже пользуюсь инструментом Fistool, и самые распространенные фрезеры, самые часто используемые, это Fistool OF1400 и OF1010. Причем таких фрезеров у меня два. Старая модель и новая. Эти фрезеры хороши тем, что они однорукие. И также однорукая конструкция у фрезера Bosch. Не знаю, ушел этот производитель с рынка или нет, но тем не менее, раз я обещал сделать обзор, я его делаю. Чем же лично для меня хорош такой форм-фактор? Во-первых, конечно же, есть две ручки, можно работать классическим методом, а можно держать фрезер одной рукой, ручка очень ухватистая и удобная, а второй рукой поддерживать деталь. Не всегда есть возможность ее зафиксировать. Этой модели надо отдать должное. Она действительно очень удобная, и мощность 1250 как раз подходит под большинство задач. Мне иногда проще взять вот этот фрезер, чем доставать Fistool. Ну и как видите, на нем сейчас установлен циркуль. Практически с циркулем этот фрезер у меня все время и живет. Я могу снять ос и использовать его просто как обычный фрезер. Единственное, мне не совсем удобно будет ставить параллельный упор. А фрезерный циркуль выполняет роль дополнительной опоры. Это очень удобно. Ну а теперь пойдем по порядку. Рассмотрим общие характеристики и особенности фрезера, после чего рассмотрим конструкцию более углубленно. Длина кабеля составляет 4 метра. Кабель резиновый, который не грубеет на морозе. Он тоненький и не мешает в работе. К нему претензий нет. Это фрезер профессионального уровня, рассчитан на долговременную работу, и у него есть одна особенность. Практически у всех профессиональных фрезеров кнопка нажимается свободно, после чего фиксируется. Для того, чтобы оставить фрезер во включенном состоянии. Это же позволяет установить его во фрезерный стол. Повторное нажатие разблокирует кнопку, и фрезер останавливается. В бытовых моделях сделано наоборот. Для того, чтобы новички случайно не могли запустить фрезер, сначала нужно нажать на кнопку разблокировки, а только потом запускать. Сделано так для того, чтобы в нештатной ситуации новичок бросил кнопку, и фрезер остановился сам. Как я уже сказал ранее, фрезер оснащен константной электроникой, у него есть плавный пуск, и обороты регулируются в пределах от 10 тысяч до 24 тысяч оборотов в минуту. Кольцо, естественно, пронумеровано в попугаях от 1 до 6. Динамического тормоза у фрезера нет, но это в принципе и не нужно. Он останавливается довольно быстро. Электроника у фрезера очень отзывчивая. Включу и послушаем, как происходит регулировка. Думаю, вы заметили характерную особенность. При прибавлении оборотов они возрастают резко. При снижении они сначала падают, а потом чуть-чуть еще возрастают и поддерживаются на одном и том же уровне. Здесь стоит датчик холла, который контролирует реальные обороты двигателя и управляет электроникой. А теперь несколько слов о константной электронике, потому что не все понимают, что это такое. Многие считают это вообще маркетинговым ходом, названием непонятным. А теперь несколько слов о константной электронике. Что же она из себя представляет? Потому что, оказывается, понимают это не все. Для многих этот термин остается каким-то маркетинговым ходом. Принцип работы константной электроники во всех электроинструментах одинаков. Разница только в схемотехнике. Одна электроника следит за потребляемым током, другая следит за оборотами. Начнем с характеристик двигателя и регулировки оборотов. Двигатель, естественно, рассчитан на долговременную работу от напряжения 230 вольт, которое является максимальным. В реальности же он работает от более низкого напряжения. Ну, пусть это будет, например, 200 вольт. И это является напряжением номинальным. И есть минимальное напряжение, на котором может работать фрезер, ниже которого опускаться просто нет смысла, потому что крутящий момент падает в ноль, и фрезер просто не будет вменяемо работать. Эти цифры не являются каким-то точным значением, просто я написал их для понимания. Разность между минимальным и номинальным напряжением я пронумеровал в тех же самых попугаях, что указаны на регуляторе оборотов. И по ним можно примерно сориентироваться, на каком делении какие обороты будут. Здесь примерно прямая пропорциональность. Суть работы константной электроники заключается вот в этом промежутке напряжений. Электроника заведомо убавляет напряжение на двигателе, чтобы при увеличении нагрузки добавить его до максимального. При увеличении нагрузки на двигатель обороты, естественно, падают, и график будет примерно таким же, но я нарисую его просто отдельно красным светом. Датчики холла, которые следят за оборотами, отслеживают это падение оборотов и начинают добавлять напряжение. Другими словами, электронные ключи открываются сильнее, происходит вольтодобавка. При увеличении напряжения, а соответственно и тока, увеличивается потребляемая мощность двигателя, и вслед за нею увеличивается крутящий момент. Фактически увеличение крутящего момента компенсирует падение оборотов, и обороты поддерживаются на точно заданном уровне. Вы можете сами провести эксперимент, отключить электронику, то есть спрямить провода, и фрезер у вас будет работать всё время на максимальном напряжении 230 вольт. Но обороты его будут уже не 24 тысячи, а в районе 33 тысяч оборотов в минуту. Такое может произойти при выходе из строя электроники, например, когда пробиваются электронные ключи, и фрезер постоянно лупит на максимальных оборотах. Понятное дело, что ни о какой вольтодобавке речи быть не может, потому что выше головы не прыгнешь. И при увеличении нагрузки на фрезер, работающий на максимальных оборотах, естественно будет наблюдаться падение оборотов. Итак, с электроникой разобрались, идём дальше. Чуть не забыл сказать, кабель крепится через шариковый шарнир, не знаю насколько это необходимо, какого-то особого удобства в работе я не заметил. А сейчас сразу сниму циркуль, чтобы он не мешал, и заодно посмотрим его крепление. Циркуль у меня крепится на три винта М4 в Паттай. Причём, обращаю ваше внимание, для крепления циркуля я не снимал накладку. Здесь предусмотрены три штатных отверстия для крепления дополнительных приспособлений или установки фрезера в стол. Штатные винты, пять штук, я не трогаю. Хотя при желании, конечно же, накладку можно снять. И так вы выиграете ещё дополнительные пять миллиметров вылета фрезы. Две стороны подошвы сделаны кривыми. Они нужны для того, чтобы фрезером можно было работать относительно какого-нибудь упора. Например, от строительного провила или дополнительно закреплённой рейки. В какой-то степени это плюс, потому что при перемещении вдоль рейки подошва фрезера не вращается. Если же работать от полукруглой части, можно развернуть фрезер в одно или в другое положение, и расстояние от центра вращения фрезы до края может быть не одинаковым. В результате паз у вас получится немного велюшкой. Это может быть незаметно глазу, но когда вы состыкуете детали, кое-где у вас могут появиться небольшие щелочки. Для замены фрезы или, например, для установки того же самого фрезерного циркуля или другого приспособления фрезер можно поставить вверх ногами. Верхняя часть у него прорезинена, поэтому фрезер не скользит. Лично мне вот такое небольшое дополнение очень нравится. Сейчас быстренько рассмотрим комплектацию, а потом я уделю ей особое внимание. Во-первых, это параллельный упор с микропостройкой. Очень удобный, жесткий, хороший. Второе, это дополнительный кожух полеудаления. Этот кожух я не устанавливаю, потому что чаще всего снимая видеоролики, он закрывает обзор. Следующая деталь, это копировальная втулка. Она быстросъемная, и для ее установки имеется специальная обойма. Для правильной установки втулки есть центрирующий конус. Фрезер уже год, и, к сожалению, я не помню его полную комплектацию. На него установлена цанга 8 мм, но почему-то у меня отложилось в памяти, что была еще цанга на 6. То ли ее не было, то ли я ее потерял. Ну и еще всякие дополнительные регулировочные ключики. Впрочем, забудем о них. Фрезер установлен на двух стойках диаметром 18 мм, и они расположены не в одной линии с осью шпинделя. Они расположены слегка со смещением. Левая цанга несущая, на ней производится фиксация, правая направляющая. В нормальном положении фрезер все время зафиксирован, и для расфиксации есть специальный рычаг. Нажимаем его, и можем погрузить фрезер. После отпускания он фиксируется. Лично мне такая система нравится меньше, чем принудительная фиксация, но все-таки и плюсы в этой системе есть. Это касается, например, работы фрезера в столе. Во фрезерах с принудительной фиксацией во время работы от вибрации фиксатор может ослабнуть, и фрезер просто упадет вниз. С нормально зафиксированными фрезерами такого произойти не может по умолчанию. Еще один плюс этой системы в том, что она позволяет производить оперативную регулировку вылета фрезы. Рычаг и ручка являются самостоятельным отдельным элементом. Он связан с корпусом через винт. Вращая винт, мы можем опускать корпус фрезера или поднимать его. При этом ручка остается на месте. Огромный плюс в том, что винт здесь метрический. Шаг винта составляет 2 мм. Пол оборота это 1 мм. И еще пол оборота 2 мм. На корпусе есть риска, а на ручке шкала. Винт микроподстройки позволяет прибавить глубину фрезерования на 5 мм. Или убавить на такую же величину. То есть общий ход регулировки 10 мм. Максимальный вертикальный ход составляет 60 мм. И это больше, чем у большинства бытовых китайских фрезеров. Где эта величина составляет всего 55 мм. В этой модели шкала аналоговая. То есть здесь просто металлическая планка и указатель. Есть еще аналогичная модель. Тоже GOV 1250 LCE. Это значит, что здесь вместо аналоговой шкалы установлена цифровая. Не знаю, выпускается он сейчас или нет. Но с цифровой шкалой тот же самый фрезер стоит где-то тысяч на 9 или 10 дороже. Мне кажется, это неразумно. Еще особо отмечу, что при полном погружении гайка немного выходит за пределы подошвы. Это, конечно же, очень хорошо. Потому что вы можете использовать такой фрезер в столе и не терять вылет фрезы. Правда, при полном погружении корпус упирается в подошву. И прибавить вылет фрезы вы не сможете. Только уменьшить его. Микрорегулировка штука полезная и очень удобная. Но в ней есть еще один большой минус. Вся эта система микрорегулировки предполагает использование дополнительного промежуточного элемента. То есть это ручка и фиксатор. Ну а чем больше промежуточных элементов, тем меньше жесткость. И если пошатать фрезер, видно, что в зафиксированном положении у него есть небольшой люфт. Точнее, это не люфт, это недостаточная жесткость конструкции. Хотя, если посмотреть правде в глаза, эта недостаточная жесткость не влияет на качество работы. Мы включаем фрезер, погружаем его. Если нужно, делаем микроподстройку и больше его не трогаем. Нам остается только перемещать его. А боковые нагрузки, создаваемые фрезой, не влияют на этот перекос. Их величины просто недостаточно. И еще одна особенность. Положение рычага в зафиксированном положении может регулироваться. И поначалу у меня были с этим небольшие сложности. Где-то через 3 или 4 месяца работы этот рычаг у меня разрегулировался и фиксировался где-то примерно вот в этом положении. Дальше дотягивать его уже не было смысла. А вот, чтобы расфиксировать фрезер, приходилось наклонять его очень низко. Поначалу я думал, что под фиксирующий винт набился мусор. На самом деле, все оказалось намного проще. Для лучшего понимания, я разберу ручку и покажу, как все устроено. Ручка внутри устроена немного странно. Есть какая-то непонятная металлическая вставка, назначение которой совершенно неизвестно. Прочности она не добавляет, потому что здесь и так хватает прочности пластика. Ну, для утяжеления, может быть, тоже непонятно. Также в половинках ручки есть полукольца. Пластиковые вставки, которые удерживают головку регулировочного винта. Визуально кронштейн, конечно, немного слабоват, но с другой стороны, качество металла здесь очень хорошее. К нему претензий нет. Ну а теперь о самой регулировке. Ручку снимать не обязательно. Для регулировки есть отверстие. Отпускаем рычаг и слегка затягиваем винт. Его нормальное положение изменилось. Вот примерно такая ситуация получилась у меня. Для расфиксации приходилось очень сильно нажимать рычаг. Винт регулируется так, чтобы рычаг чуть-чуть не доходил до вертикального положения. Его можно было додавить пальцем. И вот что находится под крышкой фрезера. Электроника это отдельный блок, он залит компаундом. Два уходящих провода подключены к датчику холла. Находится он вот в этой точке. И здесь под белым корпусом скрыт магнит. Он установлен на хвостовик шпинделя и с него производится считывание оборотов. Щетки здесь обычные угольные, без предохранителей. В принципе здесь нет никаких нау-хау, от которых можно упасть в обморок от счастья. Поэтому крышечку закроем. Винт регулировки может находиться в любом промежуточном положении. Поэтому для облегчения отсчета можно повернуть кольцо и совместить ноль с риской. А дальше, например, если нужно прибавить 0,8 мм, мы поворачиваем кольцо по часовой стрелке. На 8 делений. Линейка здесь плоская и она традиционно является ограничителем погружения фрезера. Но флажок нужен для относительных измерений. Револьверный упор здесь многопозиционный с тремя регулировочными винтами. Вот эта штука мне очень нравится. Лишний раз напомню, что рабочей полкой является самая нижняя. А верхние полки создают ограничения от максимального погружения. В работе такой револьверный упор особенно удобен для новичков. Он позволяет делать фрезеровку за несколько проходов, не перегружая фрезер и не ломая фрезы. Один проход делаем по верхней полке, потом следующий, следующий. И так пока не дойдем до самой нижней точки. А вот регулировочные винты на револьверном упоре оценят профессионалы. Эти винты позволяют точно установить три заданных глубины. И чередовать их между собой, не меняя фрезу и не сбивая настроек. Эта функция используется в серийных работах, где каждый раз требуется своя определенная глубина погружения. Ради любопытства выкручу один из винтов. Он идет в натяг. Точнее так. Сначала он идет в натяг, а потом откручивается легко. Ну и что мы видим здесь? Обычный фиксатор резьбы синего цвета. И в принципе это, я считаю, конструкторская недоработка. То есть винты предусматривают подстройку, и головки у них хорошие и плоские. Но недоработка в том, что если оставить такой винт в промежуточном положении, от вибрации он будет саморазрегулироваться. И ни о какой точности не может быть и речи. В итоге по факту имеем хорошую задумку, но отвратительное исполнение. Это в чистом виде маркетинг. То есть можно было обойтись вообще без винтов, просто ступеньки сделать чуть-чуть повыше на этих трех позициях. На путевых профессиональных фрезерах тоже есть регулировочные винты, но у них исключается самопроизвольное прокручивание. Винты разрезаны вдоль, и в эту прорезь вставлена пластиковая вставка. Эта вставка является фрикционной. И винт, в каком бы положении мы ни оставили, он держится надежно и самопроизвольно вращаться не будет. Ну а здесь, как я и сказал, это в чистом виде маркетинг. То есть это усложнение конструкции без каких-либо видимых плюсов. Причем это усложнение явно ведет к удорожанию. Конечно, как вариант, можно заведомо выкрутить эти винты, установить контргайки, и вот тогда да, можно будет использовать эту систему правильно, но не в таком виде. А теперь один из самых интересных и занимательных моментов. Это замена фрезы. Для блокировки шпинделя нет никаких кнопок, но есть откидной рычаг. Откидываем его и поворачиваем шпиндель до щелчка. Таким образом, при замене фрезы, одна рука у вас остается свободной. Можно держать за корпус, или можно, например, придерживать фрезу. Ну и поскольку мы народ любопытный, заглянем, что находится под вот этой крышкой. А также меня очень интересует, что вот это за пластиковая вставка. Пластик закрывает воздухоотводящий канал. Ну а сама по себе, это просто крышечка, которая закрывает механику. Внутри находится подпружиненная пластина. Здесь вырез круглый, чтобы вращался шпиндель. На шпинделе сделаны две лыски. И продолжение отверстия, это более узкая часть. При откидывании рычага, эта более узкая часть входит в зацепление с лысками. То есть это не что иное, как встроенный рожковый ключ. Отверстие в крышке гораздо больше, чем диаметр шпинделя, и конечно же больше, чем размер гайки. Фактически это пространство оставится открытым. И для того, чтобы сюда не попадал мусор, сделан дополнительный поддув. Часть потока охлаждения через этот канал задувается внутрь механики и выходит через кольцевое отверстие. На мой взгляд, это очень удачное техническое решение. И, к примеру, если сравнить с фрезером Fistool UF-2200, там механика очень часто забивается при недостаточном пылеудалении. Вот в эту самую щель попадает мусор, и трещотка, находящаяся внутри, перестает работать. Здесь же засорение механики полностью исключено. Во всяком случае, у меня за год эксплуатации такого ни разу не случалось. И у моих друзей, которые работают той же самой моделью фрезера, этого не случалось ни разу. Сразу посмотрим, что из себя представляет цанга. Цанга здесь имеет правильную коническую форму. Четыре разреза сзади и четыре спереди. Такая цанга очень надежно удерживает хвостовик фрезы, и он никогда не ослабнет. Обращаю ваше внимание, что цанга защелкнута в гайку. Так должно быть обязательно. Кстати говоря, я сравнил вот эту цангу с цангами от более младшей модели GKF-600. Цанги у этих моделей одинаковые. Различаются только гайки. И еще один важный момент, который многие упускают. Давайте замерим глубину отверстия в шпинделе. 41 миллиметр. Это очень хороший показатель. И это расстояние превышает длину хвостовика любой фрезы. Я уже много раз об этом рассказывал, но все-таки повторюсь еще раз. Потому что это касается безопасной работы. При установке фрезы в цангу, ее хвостовик ни в коем случае не должен коснуться дна отверстия. Если хвостовик упрется в дно отверстия, вы затянете фрезу, у вас может создастся ложное впечатление, что фреза держится надежно. Однако в процессе длительной работы от вибрации гайка может слегка ослабнуть. Пока вы фрезеруете, материал сопротивляется и задавливает фрезу внутрь. То есть ослабление гайки вы не заметите. А вот когда вы поднимете фрезер, фреза может выползти и выскочить. То, что фреза не должна касаться донышка отверстия, является конструктивной особенностью каждого фрезера. И это строго обязательное условие, хотя есть и косячные модели. Но кроме того, при установке фрезы между ее рабочей частью и гайкой должен остаться зазор. Именно он в нужный момент даст понять, что гайка ослабла и фреза ненадежно закреплена. При фрезеровании вы заметите, как фреза уползает внутрь цанги и у вас непроизвольно меняется глубина. Так что при выборе любого фрезера на этот момент обращайте особое внимание. Я точно знаю, что например у тритоновских или CMT фрезеров глубина отверстия недостаточно. И там очень часто случается, что хвостовик фрезы упирается в донышко. И это категорически неправильно. Ну а теперь рассмотрим подошву фрезера. Накладка это поликарбонат. На нем сделана прямая разметка крест-накрест и также диагональная. В какой-то степени это плюс. Но такой разметкой по факту пользоваться неудобно. Деталь находится с одной стороны от накладки, а разметка нанесена с противоположной. То есть ориентироваться на эту разметку можно лишь приблизительно. К тому же сама накладка имеет возможность корректировки своего положения относительно подошвы. Подошва имеет встроенное полеудаление. Через накладку его хорошо видно. В дополнительном кожухе напротив патрубка сделан вырез. Этот кожух просто защелкивается в отверстия. И мне особенно нравится, что производитель не тянет одеяло на себя и придерживается единых международных стандартов. Сюда подключаются любые профессиональные строительные пылесосы. Фестул, мафель, стармикс и тому подобное. Вот например фестоловский шланг сюда замечательно надевается. На внутренней части подошвы расположены два отверстия под винты в потай. Сюда устанавливается специальная обойма для фиксации копировальных втулок. Обойма состоит из двух частей. Это наружный корпус и подвижная внутренняя часть. Внутри естественно находится пружина. В принципе обойму можно поставить и не трогать ее. Нормально работать фрезером. Но есть две особенности. Во-первых она мешает пылеудалению и немного перекрывает эту часть. Во-вторых она не дает фрезеру погрузиться полностью. Корпус упирается в пластиковый флажок. Этот флажок крадет где-то миллиметров 10 полезного вылита фрезы. В целом это создает некоторое неудобство. Но зато копировальная втулка снимается и устанавливается очень быстро. Втулка устанавливается в подошву без люфтов. Но ее обязательно нужно отцентровать. Для этого нужен центровочный конус. Для центровки должно остаться достаточное место, чтобы гайку можно было захватить ключом. Блокируем шпиндель. Вставляем конус так, чтобы оставался небольшой зазор между ним и втулкой. Гайку слегка подтягиваем. После этого нужно ослабить 5 винтов, которые крепят накладку к подошве. Отверстия здесь увеличены, поэтому накладку можно свободно двигать. Отпускаем фиксатор. Накладка вместе с копировальной втулкой сразу, четко и точно находят свое место относительно конуса. Теперь винты можно зафиксировать. Убираем конус и фрезер готов к работе. Теперь какую бы фрезу мы не поставили, относительно втулки она будет точно отцентрована. Причем копировальную втулку можно в любой момент снять, поработать фрезером. Если втулка вновь понадобилась, установить ее обратно. И она опять будет становиться точно соосно с фрезой. Диаметр втулки 17 мм. С одной стороны это нелогично, но объяснение этому есть. Стандарт 17 мм используется при работе с шипорезными системами. Ну и напоследок рассмотрим параллельный упор. Диаметр штамм 9,5 мм. То есть это дюймовая имперская система измерений. В данной ситуации нас это не лимитирует. Упор фиксируется в подошве двумя винтами с пластиковыми головками. Под этими винтами почему-то нет пружинок, поэтому в процессе работы они самопроизвольно крутятся. Ну и либо их нужно снимать, либо затягивать полностью, ну или все-таки найти под них какие-то пружинки. Параллельный упор сидит очень жестко и в работе действительно он очень удобен. И здесь есть один очень примечательный момент. Когда я делал обзор на фистул у F2-200, я рассказывал о том, что ось, по которой расположены ручки, развернута относительно оси перемещения. Это может показаться мелочью, по факту это очень удобно. Возьмите любой другой фрезер. У него ручки расположены либо вдоль штанг, либо перпендикулярно штангам. При этом контролировать положение фрезера неудобно. Если же ручки развернуты, мы можем контролировать, например, наклон фрезера, его передвижение и его опрокидывание. Понять принцип можно на примитивном примере. Например, вы едете в автобусе. Вот направление движения. Даже если вы держитесь за поручень, вы никогда не ставите ноги перпендикулярно направлению движения. Или наоборот вдоль. Вы всегда ставите ноги по диагонали. Вам так легче удержаться, если автобус дергается. Абсолютно та же ситуация и с разворотом оси расположения ручек. Вы можете согласиться со мной, можете остаться при своем мнении, но я вас уверяю, стоит один раз поработать фрезером вот с таким разворотом ручек, и вы уже от этого никогда не сможете отказаться. Это действительно удобно. Еще один интересный момент. У этого параллельного упора есть дополнительная пара отверстий, которые сдвинуты ближе к центру и имеют меньший диаметр. Сюда можно установить более тонкие штанги и использовать этот параллельный упор вместе с кромочными фрезерами. Ну и естественно, барашки нужно переставить с наружных отверстий во внутренние. Единственной загадкой для меня остается вот этот вот флажок с отверстием. Использовать его как циркуль невозможно, потому что здесь находится винт. Вешать на стенку, ну тоже так себе вариант. Ну и находится этот флажок с той же стороны, где находятся барашки. То есть даже если эту планку перевернуть, все равно как циркуль мы его использовать не сможем. Накладки традиционно пластиковые и регулируемые. Их можно сдвинуть практически вплотную для увеличения площади опоры, либо раздвинуть в соответствии с диаметром применяемых фрез. Микропостройка упора, так же как и микропостройка фрезера, привязаны к метрической системе. Шаг винта 2 мм. То есть один полный оборот, это смещение на 2 мм в одну или в другую сторону. И сразу такая особенность. У многих при просмотре мастер-классов была просто паника, потому что во время работы винт самопроизвольно крутился от вибрации в одну или в другую сторону. Жил своей жизнью. У людей реально была паника, потому что они считали, что происходит разрегулировка параллельного упора. Друзья мои, нужно же хоть немножко понимать в механике. Винт микропостройки используется только в момент корректировки положения параллельного упора. Все остальное время у нас 4 винта дают жесткую фиксацию. Регулировка производится очень просто. Мы вводим винт в контакт с промежуточной планкой. Для облегчения отсчета крутим кольцо и устанавливаем ноль напротив риски. Теперь ослабляем два барашка, которые фиксируют подвижную рабочую часть. Между подвижной и промежуточной планками находятся две пружины. Они раздавливают две части друг относительно друга. А винт, наоборот, стягивает их. Таким образом мы имеем жесткую связь между двумя элементами. При откручивании винта пружины сильнее отдавливают подвижную часть. И мы передвигаем параллельный упор к фрезе. Если же мы вращаем винт по часовой стрелке, пружины сжимаются и подвижная часть оттягивается от фрезы. После установки нужного положения барашки нужно зафиксировать. И в дальнейшем уже совершенно не важно, как будет вести себя этот винт. И еще одна особенность. Думаю, вы обратили внимание, что на микрорегулировке фрезера разметка метрическая. Также метрический винт и на параллельном упоре. Но на нем, как ни странно, нанесена и имперская система. То есть дюймы. Эти положения отмечены увеличенными треугольничками. В этом тоже есть своя логика. Как бы жестко не были мы привязаны к метрической системе, все равно листовые материалы чаще всего имеют дюймовый формат. Например, толщина столешницы 38 мм, а не 40. Толщина ЛДСП, которую мы принимаем за 16 мм, по факту 15,8. То же самое касается и МДФ. Ну, если, конечно, эти материалы немного не распухли. Также и многие фрезы имеют диаметр, например, не 12, или 14, или 16 мм, а, например, 9,5, 12,7, 19 мм. Эти диаметры также соответствуют имперской системе измерений, то есть дюймовой системе мер. Или взять, например, толщину шпона. Она составляет 0,64 мм. Это тоже не метрика, а тоже дюймы. И вот, например, если мы взяли МДФ, это имперская система, наклеили шпон имперской системы толщины с одной или с двух сторон, мы все равно никак не придем к метрике. И, например, если под врезку этой полки нам нужно отфрезеровать паз, нам и поможет вот эта самая дюймовая разметка на винте микроподстройки. Мы берем дюймовую фрезу, делаем первый проход, смотрим, сколько дофрезеровать по ширине, делаем подстройку по дюймовой разметке и дофрезеровываем, сразу получая нужную ширину паза. Конечно, если вы работаете с листовыми материалами эпизодически, вам это совершенно не нужно. Но многие мои друзья работают с таким материалом постоянно, и они уже привыкли, им удобнее пользоваться дюймовой разметкой, чем метрической. И напоследок я хотел бы поинтересоваться вот чем. У меня есть идея сделать отдельную рубрику, где я бы показал, как можно доработать какой-то дешевый бытовой инструмент до меняемого уровня. Вот в комментариях и напишите, интересно ли будет эта тема, или не тратить на это время. Вот на этом наш обзор и подошел к концу. Если вкратце подытожить, то даже при наличии определенных минусов, этот фрезер все-таки заслуживает твердые 4,5 балла из 5. У него очень хорошая эргономика, хорошая мощность, которая практически позволяет выполнять все задачи в домашней мастерской. То есть, конечно, вы фигерейную фрезу в него не поставите, но с любыми фрезами диаметром до 32 миллиметров работать можно спокойно. По выносливости фрезер тоже очень хорош, потому что мне приходилось его гонять в течение нескольких часов с большими фрезами. Да, корпус, естественно, греется, но все-таки здесь очень хорошая вентиляция, и двигатель не перегревается, он работает в нормальном режиме. Еще раз повторюсь, что я не знаю, остается этот производитель на российском рынке или уходит, но в любом случае, если у вас будет возможность где-то купить такой фрезер, то можете смело его покупать, не прогадаете. На остальной бошевский инструмент я обзоров делать не буду, потому что это вызывает массу недовольства у зрителей, но свое обещание я выполнил. Если обзор был интересен и полезен, не забудьте поставить палец вверх и поделиться этим видео с друзьями. Ну а на этом я с вами ненадолго прощаюсь и желаю вам всего самого доброго. До новых встреч!